Фу, устала. Пожарила все кабачки. Ребятки уже поели кабачками. Сварила уже суп и тушу капусту. Сейчас потушу капусту и все. И пойду сяду, почитаю ваши комментарии. И если есть какие-то вопросы, обязательно запишу вопрос-ответ на ваши комментарии. Поэтому оставайтесь с нами. Всем еще раз здравствуйте. Всем снова здравствуйте. У нас новый день, новый влог. Дети у нас сегодня попросили опять сделать окрошку. Многие пишут, Настя, да как это так? Вы постоянно готовите окрошку? Мы готовим то, что любят дети. Они обожают окрошку. Я понимаю, что у многих дети не едят окрошку, но мои вот кушают. Мы отварили свою домашнюю свежую картошечку. Я уже почистила яйцо. Целую кучу-кучу-кучу яйца. Сейчас почище картошку и буду дальше делать. У нас день. Марина с Ванечкой смотрят мультики. Окса пришла со школы. Окса поела уже. Супик вчера я варила. Поэтому вот как-то так. Как-то так. Сегодня у меня работы много. У меня после стирки высохло очень много белья. Мне надо его все сложить. Так что будем вместе складывать белье с вами. Так что оставайтесь с нами. Так, дорогие друзья, приготовила я уже окрошку. Сейчас занимаюсь тем, что мою посуду. Помыть посуду и потом будем кушать уже. Ребятки играют. Многие спрашивают насчет вот этих вот зеленых косяков. Будем ли мы их перекрашивать или убирать. Да, будем обязательно все переделывать это. Так что все хорошо. Ребятки делают уроки. Катя, ты все уроки сделала? В школе я. Молодец. Сейчас должна Света приехать. Но у нас по ходу дела сегодня один опять автобус входит. Света позвонила, говорит, мама, автобуса нет. У нас проблема в том, что автобусы не всегда ходят. Иногда ломаются и другой не ставят. Потом тогда... По идее должно два автобуса ходить. Но если один сломался, то будет только один автобус ходить. И им приходится на остановках стоять. Сейчас, если автобуса не будет, то получается следующий наполовину, а потом только через час будет автобус. Вот так вот. И близ лежащей школы никакой у нас нет. Поэтому вот немножко в этом, да, в этом проблема. Как бы не сильно, но проблема, да. То, что сейчас пока... Володик, ну-ка успокой, пожалуйста, их. То, что сейчас пока нету таких морозов еще сильных. А зимой вот... А зимой получается, дорогие друзья, что там приходится стоять им на холоде. Это тяжело, чтобы они не мерзли. Зимой чаще вот поэтому они болеют. То, что они намерзнутся на остановке стоять. Но я хотя стараюсь потеплее их зимой одеть, но они не всегда хотят тепло одеваться. Сами знаете, какая сейчас молодежь. Поэтому вот как-то так. Сейчас помою посуду, накормлю ребятишек. Маш, ты полоскать будешь? Ну, полоскать уже. Сейчас помою, накормлю ребятишек. И буду это на белье сложить, разобрать. Белья очень много. Зеркало опять помыть. Ваня опять ох, потому что испачкал. Он ручками постоянно в зеркало смотрит и любуется. Ему нравится любоваться в зеркало. Маш, подожди, я сама потом прополоскаю. Хорошо, иди уродками занимайся. А то потом опять не успеешь. Мне надо сегодня электронную почту детям создать, чтобы сделать новые электронные дневники. Уже давно все пытаюсь сесть. Но получается, когда я сажусь, все время уже или час, или два ночи. И уже вроде бы спать охота. Из-за этого все время откладывается. Ну, ничего. Сегодня постараюсь сесть. Все равно надо сделать, потому что учителя уже прям спрашивают, когда уже сделаете электронный дневник. Да что? Так что будем что-то делать. Ладно, дорогие друзья, я помою посуду и потом будем заниматься другими делами. Так, все, дорогие мои, помыла посуду. Вот многие спрашивают, зачем ты Настя вот такие вот заказала салфетки. Да, вот смотрите, как на ней удобно сушить посуду. Вот у меня посуда стоится, сейчас высохнет. Потом уберу в шкаф. Оно, получается, видите, не промыкает. И очень хорошо то, что местами промыкает, конечно, все равно. Но вот потом, после того, как посуду я убираю, я ее просто ополаскиваю водой и на прищепки вешаю. Сохнет быстро и удобно сушить посуду. Не на просто стол ставить, а на салфетку. Все, посуду помыла. Можно дальше делами заниматься, как вы знаете, в больших семьях дел всегда хватает. Поэтому оставайтесь со мной. Так, все, дорогие мои, приготовила я кушать. Ребятишки садятся уже кушать, ручки помыли. Все, кто кушает, всем приятного аппетита. Приглашаю с нами кушать. Спасибо. Всем привет, дорогие друзья. Вы меня спрашивали, пришел или нет кондитерский шприц. Я вам уже говорила, что шприц не пришел, но когда мне вернули деньги, я заказывала кондитерский мешок. И вот такой вот он у нас пришел. Ну, мешок нормальный, но мы его еще не испытываем. Не испытывали, по крайней мере. Потом испытаем уже раз, два, три, четыре, пять, шесть насадок в нем. И сам пакет. Вот такой вот. Он многоразовый, он силиконовый. У нас сегодня отключение света, поэтому я перебираю шкафы. Шкаф у девочек в койке. Нельзя коробку от телефона трогать. Давай маме коробку. Мама уберет коробку от телефона. Так что вот как-то так. Так, все, коробку от телефона убрать. Ваня, там мамины вышивки, все готовые работы. Папка специально для готовых работ, но тут еще не все, которые не оформлены. Это станок мамин, положи. Ваня, отойди, пожалуйста. Пускай тут будет. Сейчас мне тут еще немножко осталось перебрать. И все. Потом буду разлаживать. Сейчас покажу, какой бедлан у меня. Вот такой бедлан у меня на койке. Тут и Ваня скачет. Что, да, Ваня? Ваня, помахай. Всем привет. Привет. Да. Ты мне станок не сломай. Это для вышивки у меня такие, это, станок такой. Ваня, подожди. Ай, папку уберу тоже. Видите, тут все, вещи перебираю. Вот еще осталось немножко девочки тут накидали, поэтому разбираем. Да. Ой, как весело, да? Мультики не посмотреть, так скакать можно, да? Не работают, да? Сегодня телевизор. Блин, выключили свет, да, Ваня? Там, да, 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 там дяди выключили свет. Взяли. Кап, кап, там дождик, да, из-за этого света нету. Что? И на воде только включили свет. Да. Думаю, как других. Ну, хорошо. Ладно. Да, 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 кап, кап там, правильно, кап, кап. Прыгай, прыгай. Скачешь так весь день. Так, я тут слаживаю аккуратно, а ты мне все раскидываешь. Ругать буду. Нельзя. Тебе весело, да? Тебе пофиг, все? Ладно, делаю дальше уборку. Привет, привет, молодец, пока. Дорогие мои, решила сразу ответить еще на один вопрос. Вы меня как-то спрашивали, в какую одежду мы одеваем собаки ёршескому тарьеру, то есть массе, зимой, когда на улицу выходим, все-таки она аж домашняя собака, у нас есть вот такой вот вязанный костюм. Внутри он тут на липучках и легко одевается очень, вот таким костюмчиком мы ее одеваем. Получается тут задние ножки, передние ножки и шея. Но она не очень любит костюмы, но одеваем, если сильный мороз, уж совсем прям такой сильный, тогда одеваем. А так мы стараемся ей не одевать вообще, потому что она не любит костюмы, не любит вообще ничего. Кто? Да Мася наша, кто еще может быть? Ва-ва! Да, Ва-ва, твоя любимая Ва-ва. А Мася куда-то попала? Мася вон там спит. Спит. Маринина, кофточку уже маленькую надо отдать кому-нибудь. Водолазку, так, где маленькая одежда, вот она маленькая одежда. Смотрю все, что маленькая, буду все отдавать. И развешиваю сразу на вешалке все. Постепенно, постепенно все развешивается. Так, вончик. А где мне? Мася вешала. Не трогайте вы собачку. Мася, по-моему, мы спичем. Пусть спит она, не мешайте вы ей. Она ухвознулась. Как бы она ухвознулась. Она ухвознулась. Мася, песенка. Мася, какая-то пищем. Мася, не пугай ее. Марина. так все мои хорошие разограла шкаф учусь ноутбук, только уберу там наполнитель, что для подушки тут Ваня шарики напихала здесь у меня будет полка рукодельная это вот я коврик делаю ручной там все для рукоделия и машинка швейная этот шкаф буду отдавать девчонкам Свете, Кате и Маше у них будет сзади одежда а спереди стоят специальные корзинки, я уже в экспрессе их купила сейчас вымою, вытру его и все вот такие вот ребята корзинки я им купила в экспрессе по 99 рублей сейчас покажу как она разлаживается для вещей сзади они будут обычно вещи ложить, а спереди свои нужные принадлежности, это вот дно такое рисунок, вот один такой она вот так раскладывается довлаживается это дно и вот такая полноценная коробочка у них получится слаживать что-нибудь самое необходимое вот спереди взял, сложил а сзади вещи и будет красиво стоять сейчас постараюсь показать как-то ну вот так вот а сзади, вот считайте у них там будут вещи разложены мне кажется эта организация будет хорошо нет, можете конечно написать, что так не так и сейчас покажу какая вторая что, ну не трогай сейчас подожди мама сделает еще надо одну корзинку купить для Маши получается и тут у меня куплена так, вот такая вот вторая морская тематика у меня тут для Светы и для Кати куплена надо еще для Маши купить корзиночка вот такая вот и тоже будет здесь стоять мне кажется будет вообще хорошо вот смотрите я сейчас вам покажу подожди, Ванечка вот сдалека смотрите открывает шкафчик да, а тут вот такие вот корзинки красивые ну, как по мне так хорошо я надеюсь, что у них будет чистота в порядке ладно, продолжая дальше работать вы оставайтесь с нами так, решили сесть перекусить наложила я себе окрошки и сейчас буду кушать всем, кто кушает всем приятного аппетита видос ошел по-ушел вот что есть ошел 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 Продолжение следует...